Коммуналка 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 была экспертиза, и выявили здесь фальсификации. Очень много было нарушений в отношении формирования платы наших тарифов, каким образом они формируются, как утверждаются на городском уровне, как эти взаимоотношения между управляющей компанией и квартиросъемщиком выстраиваются в рамках договора, каким образом влияет на это администрация, горсовет. Были нарушения выявлены по вопросу содержания и вообще избранию старших по домам, по подъездам. Но всем этим фактам хода нет. Точнее, застряло все где-то в коридорах власти и судах. А жители просят успокоиться. Ведь обещали же, роста тарифов не будет. А хочется сказать, да уж куда больше-то. Вот только один пример. В декабре в доме по проспекту Юбилейной жителям добавили плату за тепло. Где-то 300, а кому-то и все 600 рублей. Просто так, без объяснения причин. Захотелось, видимо, кому-то к Новому году. Мне пересчитали и кому-то из соседей. Кто не стал настаивать, тем же быстренько спрятали свои документы и тоже не перерассчитывали. У них как-то это хитро произошло. В этом году нас очень возмутило то, что неоднократные наши жалобы, внимания вообще никакого к нам. Просто нет никакой реакции. Нам в ответ хамят. Говорят, что проблемный дом, что мы надоели всем. Выслушивая жалобы жителей на протечки непонятной цифры в платежах «Холод в квартирах», вспомнился лозунг, под которым «Единая Россия» шла на выборы в 2002 году. Приняли тогда даже манифест, по которому с 2004 года каждый житель должен был платить в два раза меньше за тепло и за свет. Но если бы обещание было выполнено, что бы тогда стало с коммунальщиками и с господином Набиевым в частности? Ведь арендовать у самого себя за деньги жителей так приятно. А главное – доходно. А жители, как сказал экономист УЖХ, пошли бы куда подальше. Лилия Гарифульна, Ренат Юмакаев, Азад Давлетшин, Время новостей.